Усиливать вектор направления на контрактную службу. Реформы надо начинать с научных исследований. Нужны сильные офицерские кадры. Надо вернуться к традициям кочевого народа. Относительно реформы вооруженных сил, здесь, безусловно, нужно усиливать вектор направления на контрактную службу. То есть мы все видим прекрасно, что сейчас контрактная профессиональная армия, она более себя будет эффективно показывать. И, разумеется, здесь, наверное, вопрос на то, что нужно активно модернизировать нашу вооруженную силу в части применения высокотехнологичных вооружений. Последние конфликты в мире показывают, что именно высокие технологии использования дронов, беспилотников, роботизированных каких-то вещей, оно на самом деле себя оправдывает в части того, что мы тем самым можем как-то сохранять свои человеческие ресурсы и потери среди личного состава. Ну и, безусловно, большая работа уже до этого была проведена в вооруженных силах. Сейчас самое главное – это обеспечить такой фактор именно боеготовности наших вооруженных сил к несению службы в различных условиях и ведению боевых действий с различными противниками. Как показали январские события, это могут быть не только вооруженные силы соседнего государства, это могут быть террористические какие-либо группировки. И наши вооруженные силы должны уметь отрабатывать вот эти схемы взаимодействия с органами внутренних дел, со спецслужбами, чтобы максимально эффективно защищать наших граждан и непосредственно наши города. Ну, нашей армии, конечно, нужны сильные офицерские кадры, я думаю. Ну вот сейчас вроде новое оснащение, новые формы хотят, да? Ну и, конечно, я говорю, хороших руководителей. Потому что армия – это очень такой проблемный вопрос в Казахстане. Население не хочет своих детей в армию отправлять из-за дедовщины, из-за того, что там неуставная дисциплина. Поэтому я думаю, что действительно в армии, конечно, надо искоренить коррупцию, надо постоянно делать аттестацию высшего, я думаю, руководства, офицерского состава, постоянно проводить аттестацию, постоянно они должны, как говорится, перед народом отчитываться. Реформы надо начинать с научных исследований, обязательно. Есть такие же страны, которые окружают нас. По политологии они должны быть в нашем ближайшем окружении, это должен быть поиск безопасности, со всеми мы должны дружить. Но военные люди, они должны рассматривать всех, как потенциальные противники. Потому что политический режим в этой стране по внутренним каким-то причинам может измениться. И она может быть не совсем благостной нашей стороны. Поэтому военные люди должны быть постоянно готовы. И какие нужны реформы? Это переход на почти полную, даже можно сказать, полную контрактную службу, чтобы солдаты развивались в более профессиональном ключе и более профессиональной специализации. По большему вложению денег в вооруженных сил Республики Казахстана, особенно элитных войск. Также нужно, чтобы срочники все-таки оставались, не только контрактники, чтобы был дух патриотизма наших граждан Республики Казахстан. Я думаю, самый главный вопрос, надо вернуться к традициям кочевого народа. Когда каждый казах, неважно, какое он племя, какой жусть представлял, был настоящим воином. Даже наши женщины, даже наши дети. Поэтому, поскольку армия – это живые люди, а не только те, кто призван в рамках срочной службы, по контракту и так далее, все население страны, у нас оно очень маленькое по численности, территория очень большая, соседи очень грозные. Все население страны, начиная с детского сада, должно обучаться военному делу.